Мир стал более агрессивным и жестоким по отношению к ребятишкам. Мир стал более агрессивным и жестоким по отношению к ребятишкам. Альберт Анатольевич Основатель и Бессменный руководитель Российского детского фонда Олег Дмитриев Все статьи автора. Из номера 037 за 31 мая 2019 год опубликована полночь 21.31 мая 2019 год. Версия для печати отправить по почте. Разговор с Альбертом Лихановым накануне Международного дня защиты детей. 70 лет тому назад в Париже Всемирная Демократическая Федерация Женщин учредила Международный день защиты детей. Было это в ноябре, поэтому отмечать этот день стали с 1950 года. Его отмечали как в СССР, так и во многих других странах мира. А с 1 июня 1988 года организация и проведение праздника сначала в Советском Союзе, а затем и в России занята крупнейшая и старейшая благотворительная организация нашей страны Российский детский фонд. Сегодня мы беседуем с его основателем и бессменным руководителем-писателем, академиком Ра Альбертом Анатольевичем Лихановым. Альберт Анатольевич, получается, ваш фонд озабочен устроением этого события уже 32 года к ряду. Именно так. И все эти годы, вплоть до нынешнего, дело это было сугубо благотворительное, устраивали мы его на собственные и пожертвованные средства в рамках нашей федеральной программы 1 июня Международный день защиты детей. В этом году впервые получили на его проведение президентский грант. И стало гораздо легче дышать, поскольку помимо организационной и кадровой нагрузки главная нагрузка именно финансовая. Посудите сами, ведь в этот день мы привозим в Москву иногда 10 тысяч обывала и 13 тысяч ребятишек не только со всей России, но и из бывших союзных республик. Всех их нужно встретить, подать к вокзалам и аэропортам автобусы, обеспечить гостиницами, договориться с московскими театрами и ресторанами, чтобы кормили и представляли лучшие постановки. Нужно каждому вручить подарок от нашего фонда. А это, не забывайте, тысячи подарков, которые мы формируем стараниями волонтеров и спонсоров. Иные из них поддерживают нас десятилетиями. Нужно позаботиться о здоровье детей, об их безопасности. Поверьте, это очень тяжелая спецоперация, к которой мы начинаем готовиться за годя, уже с февраля. А в чем смысл всех этих гигантских усилий? Стоит ли оно того привозить детей в столицу, посмотреть спектакль и сходить в ресторан? Мы ведь привозим сюда не сытых домашних детей, а ребятишек, которые в своей еще недолгой жизни уже хлебнули всякого лиха. Тут и инвалиды, прикованные к коляскам. И полные сироты, у которых родителей или вовсе не было, или они лишены родительских прав. Приглашаем детей из Донбасса и из Луганска. Они уж точно не виноваты в том, что из-за этого конфликта взрослых лишены многих возможностей мирной жизни. Каждый год я пишу письма президентам бывших союзных республик, а ныне независимых государств с просьбой прислать нам воспитанников интернатов и сиротских приютов. И многие президенты откликаются, отправляют к нам свои делегации. Нет, не детей чиновников, но самых простых, обездоленных и маленьких своих граждан. Все это я к тому говорю, что праздник мы устраиваем и для того, чтобы дать этим детям шанс увидеть другую Россию, другой мир. Большинство детей живут в маленьких провинциальных городах и селах. А столицы России судят прежде всего из телевизионных ящиков и интернет-поисковиков. А там, как несложно себе представить, картина совсем иная, чем в реальной жизни. Побывав в Кремле, на Красной площади, в зоопарке, на спектакле в Большом театре и на обеде в ресторане «Метрополь», они видят жизнь совсем с иного ракурса. А когда видят, что о них проявляют заботу, их любят, к ним со своим посланием обращается президент России, это совсем иное ощущение сопричастности, единения, солидарности. Слова, хоть и подзабытые, но оттого не менее важные в нынешней жизни. Я уверен, что шанс приехать в Москву и побывать в Большом театре или других самых знаменитых театрах России это редкостное везение судьбы, позитивный шок, который может к лучшему изменить только начинающуюся жизнь. Про «Метрополь» я даже не говорю. Вряд ли сирота из Якутии, с Алтая, из Тюмени когда-то сюда доберется. Мы даже проводили среди ребят, которые когда-либо бывали на наших праздниках, специальный опрос. Так вот, для большинства из них поездка в Москву 1 июня была одним из главных событий их детства. Детство, хочу снова подчеркнуть, часто совсем не радостного. Судя все по той же телевизионной картинке, все в стране совсем наоборот. Счастливые лица юных гимнасток, завоевавших золота, счастливые победители. WorldSkills. Увлеченные робототехникой дети. Все очень счастливы и довольны. Разве не так? Знаете, я противник того, чтобы представлять мир, который нас окружает, исключительно чернухой, но и паточным сиропом заливать его просто смешно. А у нас теперь как раз такой перекос. Мир гораздо сложнее, труднее и глубже, чем пытаются нам его порой нарисовать. Ведь, по сути, упомянутые вами WorldSkills – это конкурсы профессионального мастерства, это то, чем раньше занимались в ПТУ, а роботов, самолеты и корабли мастерили в кружках при дворцах пионеров. Теперь это, конечно, выглядит как выдающееся достижение хотя бы в силу изменения структур и качества материалов и технологий. Нужно этому радоваться, но сдержаннее. Детский фонд дружит с некоторыми организаторами авиамодельного спорта, знаем, как они много лет бились за создание отечественного бензинового моторчика. Добились, выпустили серию, наладили производство. И у них отняли наработки, теперь детям-моделистам надо опять искать деньги, чтобы их модели участвовали в первенствах разного уровня. Говорю об этом с особой болью, помятуя о недавней катастрофе Суперджета. Всем ясно, что в стране нужно срочно возрождать собственное гражданское авиастроение. А откуда черпать кадры для него? Да вот из этих самых юных авиамоделистов. Число кружков для них измеряется штуками. А во времена ООНы, после Великой Отечественной, их были сотни тысяч, бесплатно. В каждом районе тогдашней страны. На самом деле проблем, которые или редко, или вовсе не попадают на экран, значительно больше. Вот, к примеру, не проходит и часа, чтобы по радио или телевидению в разных вариантах не поминали Украину. Но еще ни один из телевизионных горлопанов не озаботился тем, что на Украине, оказывается, вызревает поистине катастрофическая ситуация с детской вакцинацией. От корей привита только половина детей. Показатель, как в Сирии, и немного меньше, чем в Южном Судане. Почему бы не помочь нашим братьям? Тем более, что их нынешние друзья не слишком-то спешат с этим. Или взять хотя бы детский туберкулез. В целом показатели заболеваемости у нас в стране неуклонно снижаются. Москва даже стала одним из инициаторов подписания Международной декларации по ликвидации ТБ. Однако вот социальные аспекты этого недуга, которым только в 2017 году заболели в мире около 10 миллионов человек, в нашей стране далеки от совершенства. Наши эксперты и сотрудники бывали во многих так называемых лесных школах, а по сути туберкулезных санаториях для детей, и мониторили буквально все аспекты жизни детей, которые живут здесь оторванными от семьи месяцами и даже годами. Ситуация удручающая. Для нормальной жизни там многого не хватает, часто они муниципального уровня. А если учесть, что государственные нормы на приобретение одежды, белья, мыла, санитарных принадлежностей минимальны и без всякого учета инфляции, а дети эти, как правило, из неблагополучных семей, то и получается, что ребята в таких местах живут. Точка. Очень нерадостно. Я могу о детских проблемах говорить часами. Это боль моя все последние три десятилетия, что руковожу нашим фондом. Я читал, что 30 лет назад именно вы вместе с тогдашним министром иностранных дел Эдуардом Шварнадзе от имени СССР подписывали конвенцию о правах ребенка. Все верно. А затем Верховный Совет СССР одним из первых в мире ратифицировал эту конвенцию. Немаловажная подробность, США не ратифицировали эту конвенцию до сих пор. А в целом мир, особенно в последние годы, стал более агрессивным и жестоким по отношению к ребятишкам. Общество потребления изобретает все новые способы подлого оттима денег, в том числе и с использованием детей. Появились социальные сети. Появился интернет, которого 30 лет назад еще не было и в помине. Все это, с одной стороны, активировало информационную сферу, а с другой повсеместно нарушает права малолетних. Это несанкционированное вторжение в частную жизнь ребенка посторонних. Манипулирование детьми. Принуждение несовершеннолетних к порнографии и проституции, вовлечение их в торговлю наркотиками и преступные сообщества. Склонение к самоубийствам через группы в социальных сетях. Когда мы подписывали в Нью-Йорке конвенцию ООН, всех этих проблем даже не стояло. Теперь они вылезают повсюду. Однако хочу оговориться. Защита прав ребенка не должна нарушать прав семьи. За исключением, естественно, тех случаев, когда семья сама представляет опасность для детей ввиду своей маргинальности. Но таких семей, по счастью, все же меньшинство. В жизни остальных семей ни власть, ни общественность, ни фонда вмешиваться, на мой взгляд, не должны помогать. Конечно. Консультировать естественно. Но лишать родительских прав только за то, что в отпрыске не хватает штанов или холодильник недостаточно полон. Как это в последнее время практикуют органы опеки и попечительства. Сущая полицейщина. Мы категорически против такой защиты прав ребенка. Или вот еще. Третий факультативный протокол Конвенции предусматривает право ребенка доносить на своих родителей. Россия, слава Богу, его пока что не подписала, но если подпишет и начнет исполнять, я как человек, который 30 лет назад стоял у истоков этой Конвенции, буду против такого протокола самым решительным образом протестовать. В Международный День Защиты Датей разрешите поблагодарить вас, уважаемый Альберт Анатольевич, за то, что все эти 30 лет живете с заботой о детях. А ведь те, кого вы и ваш фонд опекали в самом начале пути, уже и сами стали взрослыми людьми. Выросло целое поколение. Дай-то Бог, чтобы поколение это воспитало своих детей здоровыми, обеспеченными, равноправными и свободными людьми. Счастья им. И их детям.